И редактор радио Озоте Хиромон Бахозоте. Здравствуйте, коллеги. Хиромон, обращаюсь сначала к вам. Есть ли точная информация о погибших и пострадавших со стороны Таджикистана? И вообще, как власти страны комментируют конфликт? Кыргызстанская сторона, несмотря на достигнутые ранее договоренности режима прекращения огня, начала обстрел двух приграничных районов Таджикистана. Это Бободжон, Гафуровского и Исфаринского районов. 16 сентября прошлого года в эфир была выпущена программа «Настоящее время. Азия» о конфликте на кыргызско-таджикской границе под названием «Тяжелые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана». В прямом эфире была озвучена неподтвержденная информация о том, что кыргызская сторона первой напала на Таджикистан во время вооруженного конфликта на границе 14-15 сентября. Тогда же Минкультуры на два месяца приостановила работу радиостанции «Азатэк» в связи с распространением входящим в состав «Азатэк Медиа» телеканала «Настоящее время» материала, который содержал язык вражды и неподтвержденную информацию. Вопреки требованию министерства данный материал не был удален с сайта СМИ, после чего ведомством был подан в суд иск о закрытии «Азатэк Медиа». У нас было по учреждению «Азатэк» два процесса. Один процесс в административном суде, но их был в отношении Министерства культуры. Они там выступали сами, мы были ответчиками. А второй процесс инициировало Министерство культуры в соответствии с законом о средствах массовой информации, в отношении всех средств массовой информации, которые будут нарушать нормы закона о средствах массовой информации. Мы все должны подчиняться этому закону, поэтому закон для всех один. Решением Ленинского районного суда города Бишкека 27 апреля текущего года исковое заявление Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики к учреждению «Азатэк Медиа» о прекращении деятельности средств массовой информации удовлетворено. Решение суда пока не вступило в законную силу, и оно может быть обжаловано в течение 30 дней, рассказали в суде. Решением Ленинского районного суда города Бишкека 27 апреля 2023 года исковое заявление Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики к учреждению «Азатэк Медиа» о прекращении деятельности средств массовой информации удовлетворено. Деятельность средств массовой информации учреждения «Азатэк Медиа» прекращено. Решение суда не вступило в законную силу, и оно может быть обжаловано в порядке апелляции в течение 30 дней. По мнению горожан, все СМИ, которые распространяют недостоверную информацию, должны нести ответственность в рамках закона. «Я в курсе, по какой причине закрыли «Азатэк» – из-за новости о том, что мы якобы первыми напали на Таджикистан. Это возмутительно. Как можно было это вообще опубликовать? Сколько мирных жителей и военных погибло во время агрессии Таджикистана? Распространять такого рода новости для СМИ, которые позиционируют себя как независимое и нейтральное – это нонсенс». Да, «Азатэк» допустил ошибку. Пусть теперь несут ответственность в рамках закона. Отметим, в законе о средствах массовой информации Кыргызстана в статье номер 8 прописано, приостановление или прекращение деятельности средств массовой информации возможно по решению учредителя либо суда в случае нарушения требований настоящего закона. Также в статье номер 23 указано, что призыв к насильственному свержению или изменению существующего конституционного строя, нарушению суверенитета и территориальной целостности страны и любого иного государства считается информацией, не подлежащей публичному распространению. Рахат Батребекова, Оскар Маратов, Элтер, Бишкек.